А пока в Краковце дрались да ссорились, Михаил Саакашвили передумал ехать через этот КПП и изменил маршрут. Поехал в Перемышль. Оттуда вместе с рядом украинских политиков, которые тоже сюда подоспели, сел в поезд Интерсити по направлению во Львов. Впрочем, затея не удалась. Почему? Все подробности в сюжете. На железнодорожный вокзал Перемышля Михаил Саакашвили с многочисленной группой поддержки прибыл около полудня. С ним, кроме политиков, супруга и 11-летний сын. Саакашвили объявил о решении в Украину поедет скоростным поездом Интерсити. Однако Интерсити так и не тронулся. Диспетчер по громкой связи объявил, состав никуда не поедет. Это же повторила и проводница. Михаил, не покиня поезд, мы не двенесем. На какие представы? На представе наказа Перемышля. Поезде после пяти часов ожидания политик и его окружение все-таки решают ехать на автомобильный пункт пропуска. Не сообщив детали маршрута. Елена Зурина, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер из Польши. Кто же дал отмашку остановить поезд? Этим вопросом задались сопровождавшие Саакашвили политики. Национальные полиции сразу открестились, к этому не причастны. В своем официальном заявлении написали. Расписание движения поездов не в их компетенции уж. Тем более, украинская полиция не имеет права давать кому-либо указания на территории другого государства. Министр инфраструктуры Украины заподозрил Укрзалезницу и разразился гневным постом в адрес компании. Написал, что под крылом Минэкономразвития предприятие стало просто неуправляемым. И призвал руководство прекратить политические игры и заняться наконец-то своей прямой обязанностью перевозкой грузов и пассажиров. А на сайте самой Укрзалезницы об указаниях с чьей-либо стороны ни слова. Да и фамилию Саакашвили не упоминают. Здесь сухое объяснение. Позднее отправился, потому что один из пассажиров не имел права на въезд в Украину. И все же желающие могут уехать на автобусах. В итоге Саакашвили и его спутники пересели в автобусы. Транспорт привозят всех не в Краковец, а в польский пункт пропуска Медыка. Здесь Михаила Саакашвили и его соратников пропустили беспрепятственно. А вот пересечь границу с Украиной через Шегини не получилось. Тот остановил свою работу. Пограничники объявили о минировании пункта пропуска. И как только что стало известно, около полусотни сторонников Михаила Саакашвили прорвались на территорию пункта пропуска Шегини со стороны Украины. Других подробностей пока нет.